У нас с вами есть 45 минут, и в течение этого времени мы должны разобрать некоторые аспекты, касающиеся в целом того, что такое разработка на Java, как сделать так, чтобы стать разработчиком на этом самом языке. Что такое вообще, в принципе, глобальное программирование на языке Java? Ну, если брать вот то, о чем нужно базово сказать при изучении, на самом деле, любого языка программирования, это то, что программирование – это очень серьезная область человеческой деятельности, возможно, одна из самых сложных из тех, что доступны современному человеку, ну, поскольку программирование требует знаний не только в области программирования, но и около программистских дисциплин, то есть это и математика, и базы данных, и работа с информацией. Ну, иногда наука, если вы, например, чисто финансовыми вопросами занимаетесь, то понятное дело, что программирование, оно далеко не заканчивается только лишь на решении каких-то задач, вот, а еще и на ваших знаниях в области тех же самых финансов, бухгалтерии, ну, мало ли какие у вас задачи. Можно сказать следующее, что программирование – это прежде всего на любом языке, не только на Java, это очень серьезный, кропотливый труд, и это каждодневная практика. Собственно говоря, на этом можно сказать, я закончил и расходился. Вот, потому что многие люди почему-то считают, что выучить программирование можно в режиме, что вот мне рассказали там пару каких-то команд, и, соответственно, я дальше буду, зная эти пару команд, поглядывая в интернете, что там написано, программировать. Вот, мне вообще кажется, что интернет, он сыграл злую шутку с современными специалистами, потому что почему-то есть такое мнение, что вот если я чего-то не знаю, то я подсмотрю решение в интернете, и интернет мне все подскажет, и у меня все будет работать. Тут есть два вопроса. Вопрос первый – это, что если интернет недоступен, и вопрос второй – что если ответа там нет. Поэтому, когда мы с вами изучаем программирование, неважно какое, на Java, на C Sharp, на любом другом языке программирования, прежде всего мы должны понимать, что изучение программирования – это прежде всего практика. То есть вот основное заблуждение многих специалистов, которые там считают, что вот они прослушали, допустим, там цепочку курсов по Java, по C Sharp, и они научились на Java на C Sharp программировать, что мы вот пойдем работать, и у нас все будет прекрасно, все будет замечательно. Вот. На самом деле это не так, потому что действительно есть очень много вопросов, касающихся именно и прикладных задач и знаний языков программирования. Простейший вопрос, который можно задать на тему языка программирования Java, о котором все наверняка слышали, но кто, допустим, слышал об этом именно на курсах и дальше на практике не применял, или, например, слышал, читал в учебнике и дальше нигде про это ничего не видел и сам не использовал, то это зачем? В Java нужно вот это ключевое слово. Вот. Я могу усложнить вопрос, что такое ThreadSafe программирование. Вот, кстати, Максим подсказывает, что в C тоже есть, но не использовал. Это на самом деле нормально, потому что volatile – это ключевое слово, о котором обязательно каждый слышал, изучая любой абсолютно современный, классический, не имеет значения язык программирования, но если его не использовать на практике, то реального применения у него вы не увидите. Никто не знает? А что такое ThreadSafe программирование, потокобезопасное программирование? Тут фокус какой? Представьте себе, что у вас есть многопоточная программа, программа, которая работает в два потока. В чем основная проблема многопоточного приложения? Основная проблема многопоточного приложения в том, что есть две проблемы. Первое – это как из потока управлять потоком. И второе – это как сделать так, чтобы потоки работали корректно в связке. То есть это вопросы синхронизации. И если с вопросами синхронизации бороться можно, используя, например, технологию семафоров, которая вот кто Java знает, можете проверить свои знания, ответив на вопрос, как работают в Java семафоры. Кто впервые услышал, что в Java есть семафоры, они там есть. И, соответственно, если вы не можете ответить на этот вопрос, ну, возможно, вы не знаете, как устроена синхронизация, потому что ключевое слово «синхронайз» – это не синхронизация. Это именно ключевое слово. Красивая надстройка над всякими высокоуровневыми конструкциями. Представьте себе, что у меня есть программа, которая работает, ну, например, в два потока. У меня есть поток в мейне, который, я чуть позже скажу, что делает, и поток там MyThread, который, естественно, запрограммирован, скорее всего, на основе какого-нибудь либо стандартного класса Thread, либо на основе Runnable интерфейса или Collable интерфейса, не имеет значения. И внутри MyThread происходит следующее. Внутри метода run сидит вот такой цикл. Это очень известный пример, очень известная иллюстрация того, что такое вообще. То есть вообще ничего не происходит. Я не вывожу ничего на экран, не делаю никаких значений. То есть это просто цикл, который не делает ничего вообще. Флаг CanWork меняется при помощи специальных методов. Ну, очевидно, что без запуски потока. И у меня есть специальный метод Stop. Я надеюсь, все помнят, что в Java можно использовать метод Stop, потому что он устарел. Вот. Но у меня есть свой собственный метод Stop. Я его сам написал. Поэтому он не устарел. В котором подается вот такая команда. Ну, и дальше очевидно, что если мы запустим поток, и он будет работать, выполнять какие-то действия, то когда мы вызовем команду Stop из мейна, ну, допустим, мы запустим поток, подождем 2 секунды, и вызовем команду Stop у этого потока. Что должно произойти? Ну, очевидно, параметр CanWork должен превратиться в False, в результате чего из цикла мы должны выйти, и поток должен остановиться. Красиво, здорово, отличная идея. Вот только работать она не будет, если CanWork в классе MyThread не объявить ключевым словом Volatail. Поскольку если CanWork объявлен просто как булевская переменная, то за счет оптимизации, которую выполняет язык программирования Java, произойдет следующее. Java посмотрит вот на эту строчку в вашей программе и увидит, что CanWork при запуске логики равен True, и дальше нигде не меняется. Этот метод на это Java абсолютно наплевать, потому что вдруг этот метод никогда не будет вызван. Ну, мало ли. А проверять флаг, согласитесь, сложнее, чем подставить вот такую вещь. Ну, если CanWork изначально True, то почему бы нам не подставить While True? Ведь, скорее всего, вот этот метод никогда не будет вызван. Отлично. А дальше, как вы думаете, будет ли работать логика, которую мы с вами разобрали, что мы запускаем поток, потом его останавливаем при помощи флажка, и вот у нас все прекрасно работает. Если вместо CanWork, вместо флага, внутри While стоит True, естественно, ни в коем случае это работать не будет, потому что у вас этот цикл, вы из этого цикла никогда не выйдете. Что такое ключевое слово Volatile? Ключевое слово Volatile в языках C, C++, Java, C Sharp абсолютно не имеет значения. Запрещает любую оптимизацию по используемому флагу. То есть, если вы объявите Flag CanWork с ключевым словом Volatile, это будет означать, что запрещена любая оптимизация, связанная с этим флагом, и из цикла While CanWork выбрасывается нельзя. Нельзя туда ставить ни True, ни False, ничего. Там должен стоять именно этот флаг. Вот вы его туда поставили, и он там должен быть. И, соответственно, что такое ключевое слово Volatile? Вернемся к вопросу, с которого я начал. Это ключевая команда любого языка, построенного на синтаксисе языка C, запрещающая любую оптимизацию кода, связанную с соответствующей переменной. Что нужно знать для того, чтобы знать, что такое Volatile, и уметь его применять? Что такое, например, ThreadSafeCode, потокобезопасное программирование? Вот кто не помнит, что такое потокобезопасное программирование, или не знает, напоминаю, что потокобезопасное программирование – это когда, как бы вы ни писали многопоточную программу, а современная программа всегда многопоточная, иначе у вас будут огромные проблемы в работе с ней, чтобы она всегда корректно работала при наличии большого количества потоков. Но я надеюсь, все понимают, что это приведет к замедлению кода. Когда Java создавали в каком-то там, в 94-м, 95-м году, изначально всю библиотеку на Java сделали потокобезопасной. А потом оказалось, что это чудовищно медленно. И в следующей же версии Java, которая вышла буквально через год после основной первой версии Java, которая 1.0 называлась, версии Java 1.1, появилась потока небезопасное программирование, чтобы сам программист мог чем-то управлять, мог на что-то влиять. То есть программирование без постоянного эксперимента, без кропотливой, именно каждодневной работы, оно невозможно. Поэтому изучение программирования на любом языке программирования и на Java – это, прежде всего, постоянный, каждодневный эксперимент. Для того, чтобы иметь возможность не только ответить на вопрос, что такое volatile, ну, допустим, определение вы выучили, но чтобы и понимать, как это работает. Еще один вопрос. Есть ли какая-то разница между написанными строками? Это, кстати, вопрос из сертификационного экзамена Oracle на знание языка Java. Он может встретиться на экзамене, если вы решили экзамен по Java сдать. Есть ли какое-то различие между этими командами и чему в итоге будет равно a? Ну, как вы понимаете, от изначального значения a это не сильно зависит. Можно просто сказать, что это будет там a или a плюс 1 или a плюс 2 или там еще что-то. То есть вот такой вопрос. То есть вот представьте себе, вы пришли сдавать экзамен по Java, там, отучившись на курсах, но не используя Java, не экспериментируя с этим языком. И вот у вас такой вопрос на экзамене. Написаны вот эти три стручки и вопрос. Различаются ли они? И если различаются, то чем? Варианты ответа. Ну, слава богу, что, да, современные экзамены это тесты, вот, потому что если бы современные экзамены были бы не тестами, то европейцы и американцы сдать бы их не могли, вот. Ну, после введения ЕГЭ тоже касается и нас с вами, да, к сожалению. Ну, кто еще учился, сдавая нормальные экзамены, тот в состоянии там написать пару строчек кода на каком-нибудь Java, Rush. Вот, например, очень интересный вопрос. А в чем вопрос? Вопрос в том, у какой команды приоритет? У этой, у этой или у этой? Потому что понятно, что, в общем, если разница есть, то разница только в том, какая команда при анализе вот этой строчки будет выполнена первой. То есть, что компьютер, что Java увидит первой команду плюс-плюс справа, плюс-плюс слева или обычный плюс, вот, как она разобьет вот эту строку. Потому что понятно, что ответ на вопрос, который задается в экзамене, он очевидный. Если уметь хоть чуть-чуть программировать, то ответ очевиден. Ответ, что либо это, либо это, либо это, да, то есть парно, вот, либо так, либо вот так. Строки, они одинаковые. Потому что здесь все зависит от того, куда вот в этой строке поставить пробел. И дальше, ответив на этот вопрос, мы получаем результат. Как ответить на этот вопрос? Ну, пробовать программировать на Java, других вариантов нет. Кстати, кто-нибудь может ответить на вопрос, какая команда выполняется первой? Плюс-плюс слева, плюс-плюс справа или все-таки плюс здесь в приоритете? То есть, вот, когда мы читаем этот код, что впервые, что первым увидит Java? Какую команду? Плюс-плюс справа, плюс-плюс слева или обычную команду плюс? Или все-таки плюс-плюс? Ведь нам как написано в любом учебнике, что плюс-плюс справа выполняется всегда самым первым, правда? То есть, у нас есть даже в языке сисконы, говорящие о приоритете команд. И есть фраза о том, что плюс-плюс справа, ой, плюс-плюс слева выполняется всегда самым первым. Он перебивает любые приоритеты. Вот что в Java будет? Понятно, что ответить на язык программирования, на вопрос по языку программирования, да? Вот такой. Можно даже, зная язык программирования, только в случае, если вы им пользовались. Если вы прочитаете любой учебник по Java, абсолютно, даже ключевые учебники, я чуть позже, через пару минут буквально посоветую авторов, которые имеет смысл почитать, для того, чтобы понять, как в Java погрузиться. Там будет написано, что вот, ну, есть команды, они в каком-то приоритете выполняются. А дальше пойдите поймите, что в каком порядке выполняется. То есть вот есть вариант ответа, что первым выполняется именно плюс-плюс слева. На самом деле здесь ответ такой, что то, в каком порядке выполняются эти действия, зависит от того, как Java разбивает данную команду. То есть, например, здесь есть вообще очень красивый вопрос. Есть ли какие-то различия между, например, командами там? Ну, вот есть совершенно потрясающие вещи. Ну, например, вот такая штука. То есть, если хотят совсем поиздеваться над людьми, они вот могут спросить такое. Но тут сразу есть подсказка, потому что понятно, что изначально выполняется минус-минус. Ну, иначе это нельзя прочитать, потому что вот такой команды, слава богу, нет. Поэтому тут все понятно. Вот если написать такую строчку, то это на самом деле подсказка. Это вот минус-минус стоит здесь. А вот все-таки вот эта строка, она какой соответствует? Где плюс-плюс написан слева от центрального плюса или справа? Ну, и на самом деле правильный вопрос здесь. Нет, здесь ответ такой, что вот это соответствует вот этому. Вот. То есть, если написать вот так, ответ будет другой. То есть, первым выполняется, как это ни странно, плюс-плюс написанный справа. А вот почему это потрясающий ответ? Я в свое время случайно нашел этот ответ, когда столкнулся с подобной формулой в одном из учебников, причем не совсем по Java, а скорее по оптимизации кода на Java. Вот в свое время кто-то спрашивал, будут ли курсы по оптимизации кода программирования на языке Java. Может, и будут, но для того, чтобы на эти курсы пойти, нужно очень хорошо знать этот язык, потому что оптимизация на Java – это очень серьезные, очень сложные вопросы. И фокус такой. Ответ на этот вопрос не зависит от того, в каком порядке выполняются эти команды. А от того, как анализатор Java видит написанный код. Он работает следующим образом. Он смотрит на эту строку и видит. Буква А. Отлично. Потом стоит плюс. Очень хорошо. Потом стоит еще один плюс. Прекрасно. Есть ли команда плюс-плюс? Есть. А значит, написано А++. То есть вот было мнение, что первым исполнится команда плюс-плюс слева. Ну, потому что в любом учебнике написано, что плюс-плюс исполняется, написанный слева. Вот только Java видит этот код, написанный посимвольно. И именно посимвольно его обрабатывает. Понятно, да? То есть она видит написанную вот эту команду по очередности следования символов, а не по логике исполнения команд. Она увидела букву А. Замечательно. Увидела плюс. Прекрасно. Увидела еще один плюс. Все. Это А++. Поэтому вот эта строчка соответствует вот этой строчке, а не где плюс стоит. Потому что другой команды нет. Трех плюсов нет. Ни в C, ни в Java, ни в C Sharp, ни в одном сиподобном языке. Нет команды плюс-плюс-плюс. Один есть. Вот только два есть. Вдруг вы два хотели написать. Вот она и посчитала. Она работает, ну, иногда не то, что слишком логично, а, скажем так, она работает, ну, вот в предположении, что вы писали то, что хотели. Если вы хотели написать А++, то как же она будет считать, что это А+. Ну, это же неправильно. Вы же А++ хотели написать. Поэтому анализатор кода, он смотрит строго по буквам, по символам. Он видит букву А. Замечательно. Видит плюс. Прекрасно. Дальше он смотрит. Есть еще один плюс. Есть все это А++. Вот если написать вот такую вещь, это другое дело. Тут команда плюс, тут сложение, тут обычная операция, как в обычном языке программирования. Все прекрасно. Но есть в языках программирования C, C++, Java, команда++. Есть. Ее надо уметь искать? Надо. Поэтому программа анализирует написанный вами текст, пока не встретит тех символов, которые соответствуют нужной команде. Ну, потому что если вот как вы говорите, почему она не видит плюс, она тогда вообще никакой команды++ не увидит. Потому что она будет любую команду типа вот такой в цикле. Считать не до конца написанной командой и плюс чего-нибудь. Вот так. Таким образом, для того, чтобы научиться программировать на любом языке, абсолютно на любом языке, мало выучить сам язык, его синтаксис, нужно в обязательном порядке погрузиться в этот язык. Поэтому вот то, с чего я начал рассказ, да, что, грубо говоря, можно сказать, что изучение программирования – это дождодневная практика, и расходимся, да. Вот этот же тезис можно повторить вот сейчас в конце моего рассказа, что изучение любого языка программирования, абсолютно любого, неважно, Java, C Sharp, C++, C вы учите – это постоянная практика. Потому что вот на подобные вопросы, как вот те два момента, что я сейчас показал с ключевым словом volatile, и вот с этими странными тремя плюсами, на эти вопросы можно ответить только исключительно, если вы постоянно практикуетесь, то есть ищите какой-то код, смотрите, наталкиваетесь на какие-то нюансы языка программирования, разрабатываете его сами или смотрите ответы в интернете. Если вы надеетесь, что вы придете, например, на курс программирования по языку Java, C, C++, C Sharp, и вам в USB кабель в голову воткнут и закачают знания по данному языку программирования, вы научитесь на нем решать любые задачи, то это не так. Курсы любые, они дают базовые фундаментальные знания, важнейшие, которые при прочих равных обстоятельствах вам пришлось бы искать, перелопачивая тонны литературы. Но дальше вы должны постоянно экспериментировать, постоянно практиковаться, постоянно пробовать, и только так можно выучить любой язык программирования. Где брать подобные задачи? Где вообще брать материал по тренировке по языкам программирования? На сайтах, специально построенных для изучения того или иного языка, поскольку по современным языкам программирования литературу типа задачников не пишут. Я не знаю, почему, может быть, не принято писать такую литературу за рубежом, у нас вообще ничего не пишут, потому что если в стране есть нефть и газ, то писать ничего не нужно. А за рубежом, возможно, просто схема обучения такая, что считается, что вот люди там какие-то задачи сами найдут или им там преподаватели сообщат. Поэтому, что касается Java, то посоветовать можно только, ну, Java Rush. Англоязычный. Нет, а какой-нибудь англоязычный. Еще какой-нибудь? А других нету аналогичных этому? Вообще нету. Можно найти просто сборники задач различных зарубежных вузов. Я в свое время встречал сборник задач MIT, Массачусетского технологического института. Там у них довольно представительный задачник, но он скорее больше по алгоритмам, он не привязан именно к Java. Там задачи уровня, там, напишите такой-то алгоритм, напишите такой-то алгоритм, вот у вас есть железка, там, драйвер имеет такие-то параметры, воспользуйтесь этим драйвером, там, ну и так далее. То есть задачи больше по логике. Именно вот целенаправленно по Java, кроме знаменитого Java Rush, который, к сожалению, платный, но тут ничего не сделаешь, я, наверное, больше ничего посоветовать не смогу. Проблема в том, что, еще раз подчеркиваю, скорее всего, считается за рубежом, что все необходимые материалы есть в онлайне и их вам сообщат, у нас ничего своего не делают. То есть на русском языке сайтов по Java, хороших именно, вот, полезных, я вообще не встречал ни разу, и никто из моих слушателей ничего мне не сообщал, ничего я на эту тему не видел. Вот, поэтому задачи можно брать отсюда. Либо можно учить на Java строго только алгоритмы, то есть именно тренироваться в программировании алгоритмов. Ну, тут тоже все просто, это учебник Седжвика, который, я, к сожалению, не помню, через E пишется его фамилия или через E, ну, я думаю, найдете, который называется «Алгоритмы на Java». В этой книге рассказывается именно о том, как на Java решать логические алгоритмические задачи. Задачник в этом учебнике тоже есть. Сам учебник совершенно замечательный. То есть если вы хотите именно серьезно, глубоко изучить Java, то вот учебник Седжвика тоже очень полезен. Но без самостоятельной практики, без изучения самостоятельного программирования на языке Java вы на Java программировать не научитесь. То есть вот, да, как тема нашей с вами встречи, да, формулируется вопрос «Как стать Java-разработчиком?» Ответ очень простой. Решать на Java задачи каждый день, как утверждают специалисты, минимум по полтора-два часа. Без каждодневной практики, без применения Java именно на практике, не в плане решения задач, я вот там в интернете нашел какую-нибудь задачку, типа, я даже не знаю, там, напишите класс, точка на плоскости, а именно практические задачи, ничего не получится. Да, в Java Rush, вот как вы сказали в начале, есть там задачи про собак, кошек, прочее. Эти задачи, они, ну, просто переформулированы, реально у них есть практический выхлоп. Задачи именно практические совсем, то есть, не знаю, написание какого-нибудь базы данных для обработки информации, например, там, в аэропорту для посадки пассажиров на рейс и анализа, там, вот, билетов. Эту задачу вы вряд ли в обычном задачнике встретите, потому что за такие задачи платят деньги. И если у вас где-то в интернете будет лежать решение такой задачи, значит, за эту задачу нельзя будет уже платить деньги. Есть вопрос, что ты читаешь обычно, да, вот на форуме где-то там, ребят, что можно, где попрактиковаться можно? Придумай себе задачу. Ты думаешь так, ты что придумать? Открываешь интернет, здесь Spring, здесь Kvarus, здесь Кубок. Да, кстати, вот, спасибо, да. Да. И что? По поводу фреймворков, тоже очень важный момент. Многие очень спрашивают, насколько важно при изучении языка программирования Java знать фреймворки. То есть, вот, важно ли, чтобы стать серьезным разработчиком на Java, знания фреймворков? Нет, не важно. Потому что любой Spring, любой хибернейт, любую другую платформу, Java серверфейс, JSF, что угодно, можно выучить по любому учебнику минут за 20. Ничто не заменит практических знаний в области применения Java для низкоуровневого решения задач. То есть, если вам нужно научиться работать с базами данных, учите JDBC, потому что вы элементарно можете оказаться в ситуации, что вы придете на собеседование, вам дадут задачу, вы ее решите на хибернейте по базам данных, а потом у вас спросят. Ну, вот вы ее решили на хибернейте. Прекрасно. Отлично. Принимается. Скажите, пожалуйста, а что значит вот эта команда? Дальше вы что скажете? Ну, я не знаю, я ее из учебника помню, да? Ну, вам скажут, ну, вон дверь. То есть, это да, это проблема. На самом деле в интернете очень много, именно, причем в российском сегменте интернета, очень много задач по той же самой Java привязаны к фреймворкам и библиотекам. Их надо знать. Тот же язык скала, кстати говоря. Вот тоже, если говорить об изучении Java, можно вспомнить язык скала. Кто впервые слышит это слово, скала – это надстройка над Java. Да. Язык скала считается усложненной версией Java, но при этом с огромными возможностями, с функциональным программированием. То есть, я вот в свое время встретил такой интересный факт о скале, что если вы на скале пользуетесь циклами, вы скалу не поняли. Моя любимая фраза, да, что на C нету ни цикла, ни массивов, ни строк, все это построено на указателях. В скале можно развить эту идею. В скале нет вообще ничего. В скале нет даже операций. То есть, команда плюс в скале отсутствует. Плюс – это функция. Как вот в C++ есть возможность перегрузить оператор. В скале есть возможность пользоваться синтаксисом объект точка, знак плюса, в скобочках с другой объект. Пожалуйста. То есть, каждый язык программирования, естественно, имеет свою специфику. И чтобы программировать на Java, программировать на скале, чтобы пользоваться там спрингом, хибернейтом, не имеет значения. Нужно прежде всего постоянно практиковаться. Ну и, конечно, нужно знать фундаментальное программирование. Закончить рассказ хотелось бы очень важным вопросом. Должен ли Java-разработчик знать язык C++? На этот вопрос есть один ответ. Если вы хотите просто использовать Java, Scala, Spring, любую другую надстройку на Java, не имеет значения, как инструмент, знать нужно только Java и для того, чтобы было проще ее учить, язык C. Потому что, если не знать язык C, в Java будет очень высокий порог вхождения. Это многократно проверено на практике курсов. Люди, которые приходят на курсы по Java, зная, например, язык Pascal, на курсе по Java к третьему, четвертому занятию сдуваются. То есть на первом-втором занятии, когда разбираются простые вещи, операции, операторы, ифы, форы, работа со стандартными переменными, им знаний хватает. А дальше, когда включается объектно-ориентированное программирование, начинается активное использование функций и технологий структурного программирования, объектно-ориентированного программирования, причем именно построенного на синтезе языка C, у них знания заканчиваются. Поэтому для того, чтобы изучать Java, C надо знать в обязательном порядке. Если вы изучаете Java в тренинговом режиме, то есть на курсах компактных, коротких, которые дают вам заряд знаний, и дальше вы его активно, самостоятельно, серьезно прорабатываете, разрабатываете и так далее. Ну, либо надо тратить, ну, считается где-то около полугода на изучение Java с нуля. То есть вот поступательное изучение Java, начиная с нулевых знаний и заканчивая знаниями в области объектно-ориентированного программирования, то, что в курсе Java проходится за два занятия, это вот где-то полгода. То есть, ну, в среднем вот считается именно так. Поэтому без C вы здесь ничего не сделаете. А вот надо ли знать C++? То есть поможет ли это? Если вы хотите понять, как Java работает, C++ надо знать в обязательном порядке. Знать. Уметь на нем работать совершенно не обязательно. Но знать C++, знать его специфику, знать специфику команд, устройства, вы обязаны. Потому что это очень сильно поможет пониманию технологии Java, того же самого полиморфизма. Когда вы будете помнить, что да, вот в C++ есть там виртуальные методы, есть указатели, и это вот так работает, то полиморфизм, именно как он устроен, будет более понятен вам, чем человеку, который только Java выучил, и полиморфизмом умеет только пользоваться. Дело в том, что есть разница между использованием и пониманием. Использовать и понимать вещи разные. Когда вы едете на автомобиле, и он у вас едет, это прекрасно. Но чтобы его ремонтировать, нужно разбираться в его устройстве. Поэтому если да, говорить о Java, то Java – это прежде всего эксперимент, постоянный, каждодневный эксперимент. Знание языка C, языка C++ и решение задачи. Вот эти компоненты являются, с моей точки зрения, залогами успеха для изучения языка Java. Ну и что касается наших курсов, которые у нас в центре есть. То есть если изучать Java, первый, второй, третий уровень Java дают вам заряд знаний, очень большой, серьезный, сжатый, компактный, очень большой при этом заряд знаний для дальнейшего самостоятельного изучения Java. То есть выучившись на этих курсах, самостоятельно решая задачи, читая литературу, можно стать Java-разработчиком, ну реально, где-то там за пару месяцев. Примеры этого есть. Есть люди, которые нацелены, мотивированы. У меня вот был слушатель недалее, как вот две недели назад у меня группа закончилась, который нашел работу, отучившись только четыре занятия на первой Java. Он даже на вторую Java не успел уйти, потому что на первой Java, программируя, учась на этом курсе, он сразу там ушел в Android, сам чего-то там ковырял и нашел работу, даже не закончив первый курс Java. Но он пахал каждый день, причем чуть ли не целыми днями. Вот. Курс шел по выходным, то есть там разные есть режимы, естественно, обучение. Вот. То есть он, ну вот, в течение четырех недель нашел работу именно как программист Java. Но, что называется, он пахал, как волк. Каждый день. Таким образом, вот такие вы составные слагаемые успеха. Это постоянная практика, знание языка C, крайне желательно знание языка C++ и решение, решение задач. Какие есть вопросы? Первый. Ну, как я понял, на курсе, который вы ведете, там вы задачи даете. То есть домашнее задание какое-то что-то? В обязательном порядке, в отличие от всяких там каких-нибудь основ программирования, курсов чисто теоретических, детских, задачи обязательны более того. Ну, вот, я не знаю, там, коллеги по-разному ведут курсы, я не ставлю зачет, если домашнее задание не сдано. Алгоритм у вас сейчас подставил сюда. Да. Ну, последний, наверное, вопрос, мы заканчиваем. Угу. Да. Опровергните самое распространенное выражение в интернете. Ява умирает. Все очень просто. Это я много раз слышал, я это слышу уже в течение 10 лет. Ответ на эту фразу, что Java скоро не будет, очень простой. Java это Oracle, пока Oracle не сдулся, Java никуда не денется. Oracle-овцы будут Java тянуть за уши, даже если она будет умирать. Лично мне современный C Sharp по возможностям больше Java нравится, потому что C Sharp появился после Java, в нем учли все ошибки, и сейчас C Sharp развивается активнее. То есть C Sharp изначально Java догонял, сейчас как бы Java уже очень часто догоняет C Sharp. Но Java это Oracle, Java никуда не денется, это во-первых. Ну, и во-вторых, Java самый популярный язык программирования в мире. Поскольку самые популярные технологии программирования кроссплатформенные, то есть вы должны иметь знания в области языка программирования, на котором сможете разрабатывать в разных операционных системах. А это Java. Никакой другой технологии, чисто кроссплатформенной, нет. Да, есть C Sharp, который потихоньку выползает в Linux. Ну, как выползает? Я, например, видел пример Hello World на C Sharp, написанный под Linux, который при компиляции выдает шесть ошибок. Так что вот так. У вас вопросы есть какие-нибудь? Командная работа – это только тогда, когда вы научились решать задачи самостоятельно. Вот есть курсы именно по разработке программного освещения. Вот то, что я в свое время делал, но эта технология уже устарела на самом деле, экстремальное программирование. Ее уже давно не используют. Это... Да, это разработка кода с использованием всяких различных технологий, программ, современного программирования. Все это есть. Вот, но я боюсь, что именно чтобы этими технологиями заниматься, вам в начале изучения языка Java, когда у вас знания минимальные, просто знаний не хватит для того, чтобы заниматься командной разработкой. Вот. То есть, да, когда вы изучаете программирование, командная разработка особо сильно не нужна. То есть именно изучение языка программирования Java, языка программирования C Sharp, не важно, это изначальное изучение языка, то, что дается на тренинговом курсе. Еще раз повторяю, базовые знания. Дальше вы начинаете решать задачи, начинаете нанизывать на полученные знания уже свои знания, в обязательном порядке читать литературу. Вот почему-то многие люди считают, что вот я пришел на курс, да, и мне книжки читать не надо. Ну, типа, я книжки могу и без курса почитать. Ну, почитайте, я на вас посмотрю. Вот элементарный вопрос, мне он очень нравится. Ну, вот мой любимый пример. В любом учебнике это написано. Плюс-плюс справа выполняется самым последним, плюс-плюс слева выполняется самым первым. Вопрос первый. Это что значит? И вопрос второй. Чему равно B? 95% людей отвечают 6. Ну, естественно. Вопрос, что значит самое первое, самое последнее? Ни в одном учебнике это не написано. Ну, вот. Поэтому вот такая вот история. То есть учебник – это как вспомогательный материал. Его обязательно надо читать, обязательно надо изучать, разбирать в обязательном порядке. Так что вот так. Система разработки? На курсах я показываю над BINS. Можно использовать Eclipse. Идея – это не имеет значения. Конечно. Просто лично мне идея, например, не нравится. Я с идеей встретился, когда это был очень сырой продукт, корявый и очень сложный в настройке. Мне он не понравился. И как-то не зашло, что называется. А сейчас вообще не люблю идею, тем более, что она платная. Да. В бесплатной версии идеи многие конструкции не работают. Например, она не видит CSS-файлы. Видит, но не понимает, что там написано. У нее нет возможности работать напрямую с GitHub. Там что-то без онлайна не работает или не помню. И самое главное, она базы данных и веб напрямую не поддерживает. То есть если вы создаете в бесплатной версии идеи на Java веб-проект, то он просто так не заведется. Да. Поэтому использовать вы можете все, что хотите. У меня люди программируют и на Linux, и на Mac, и на курсах. Это не имеет значения. Java же кроссплатформенная. Конечно. Я очень пытаюсь на Eclipse переползаться. Сложный последний. Ну да, Eclipse, он, ну, я не знаю, мне больше всего нравится на Binz, потому что для новичков он очень удобен. Он простой, в нем подсказки очевидные, ну, он медленный, тормознутый немножко. Последняя, наверное, еще книжку. Скажите, Шинк или еще? Да, собственно, и последнее, что хотелось бы еще тоже отметить. Если хочется именно понять, что такое разработка на Java, то читать нужно в обязательном порядке книгу Брюса Эккеля «Философия Java». И если вы эту книгу ранее видели и ужаснулись от ее размера и от того, как там все написано, не прочитав эту книжку, программировать на Java вы не сможете. В оригинале вы еще читали? Я читал на английском. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. А версия Java? Не имеет значения. Промышленным стандартом на данный момент является восьмая Java, потому что девятая провалилась. Она кривая, косая, убогая и корявая. Десятая, она попыталась исправить ошибки девятой, но там ничего нормально не заработало. Одиннадцатая – это порезанная десятая версия Java. Вслед за C-Sharp-ом оракловцы решили сделать компактную версию Java, потому что Java сейчас огромная, а C-Sharp маленький, и дальше за счет модулей становится нужным вам. Поэтому из современной Java многое выкинули, и в результате сделали Java более компактной. Например, технологию, важнейшую современную технологию – JavaFX. Я долгое время считал, что в одиннадцатой версии Java, если JavaFX установить, все будет работать. Вот не далее, как на прошлой неделе мы в группе попробовали завести под одиннадцатой Java и JavaFX, у нас не стартануло. Там инструкция по установке на два листа А4, мне это неинтересно читать. Я не пользуюсь технологиями, у которых идет инструкция по установке на два листа А4. Если есть технология, она должна работать. По крайней мере, именно так я программирую. Если технология сама не запускается, это личная проблема того, кто ее придумывал, мне это не нужно. Да, 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 вчера вышло 19-е Java, с чем я вас, кстати, поздравляю.